Привет всем киноманам! Как насчет немного окунуться в научную фантастику? Сегодня на GTV расскажу вам о прародителе Звездных войн в фильме Дюна, еще одной всемирной классики, и о том, кто сыграл главного антагониста. Барона Владимира Харконина. У каждой ленты есть своя уникальная история создания. А какая она у Дюны? Давайте разберемся. Режиссером картины выступил Дэнни Вильнёв, ставший известный по таким работам, как «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». И если «Прибытие» прошло относительно тихо в мире кино, то вот «Бегущий по лезвию» сорвал настоящий куш в зрительском внимании и в массовом обсуждении продолжения этой вселенной. Набив руку, Вильнёв взялся за фильм, который хотел снять с тех пор, как прочел его в возрасте 12 лет. В Warner Bros. недолго думали в выборе, но вследствие тенденции того, как студия любит лезть ручками в любой проект, и из этого не всегда получается что-то хорошее, то Вильнёв сразу продиктовал свои условия и потребовал полной творческой свободы. А уже после их согласия взялся за экранизацию первой части романа Фрэнка Герберта «Дюна». По сюжету нас ждёт далёкое будущее. После многих войн люди отказались от любого вида умной техники, и на одной из планет открыли уникальное вещество – меланж, или простыми словами – специю. Это универсальный продукт в мире Дюны, способный быть как мощным галлюциногеном, так и топливом. Без него невозможны космические путешествия вообще. Наследник дома Атрейдеса в пол, которого отлично сыграл Тимоти Шалами, отправляется на планету Аракис, которую также называют Дюна, исполняя волю Императора. Его ждёт там лишь песок и море опасностей. Отсюда начинается целая перипетия и заговоров, и настоящей войны домов за планету, и её сокровища. Вся Дюна пропитана классическим стилем Вильнёва, неспешное повествование, которое подаётся через визуал. Раскрытие героев делается через различные образы и мимику актёров. Атмосферу создают светокор и мощное звуковое сопровождение. Но здесь же и хорошо показано правило, почему не стоит переносить всю книгу в точности, а лучше адаптировать её. Роман Дюна стерили над драмой, поэтому его достаточно тяжело читать и сопереживать прописанным персонажам. В фильме мы встречаем то же самое, актёры второго плана слишком блеклые, а главным героям сочувствовать приходится с трудом. Ну и конечно, какие-то моменты книги были отправлены под нож. Всё это вызвало многочисленные споры о том, какой же всё-таки вышла Дюна. Ещё один интересный момент состоит в том, что премьера фильма была под угрозой срыва. Так как решение Вурнеров об одновременном прокате в кино и на стриминговых сервисах встретило резкую критику со стороны режиссёров и ультиматум, что они уйдут из проекта. Самыми громкими оказались Вильнёв и Нолан. Но в итоге студия пошла на уступки и всё обошлось. Однако компромисс оказался таков, что судьбу сиквела в итоге решали не сборы в кино, а количество просмотров на HBO Max. И как вы уже наверняка знаете, эта концепция выиграла, так как сиквелу дали зелёный свет, и релиз ожидает своего часа в 2023 году. А теперь поговорим о самом главном. Кто же сыграл роль барона Харконена? Им стал Стеллан Скарсгард, шведский актёр, по совместительству продюсер и сценарист. Больше всего он известен по своим ролям в таких фильмах, как Догвель, Пираты Карибского моря, Сундук мертвеца и На краю света, Ангелы и демоны, сериал Чернобыль. Также немало раз засветился и в Марвел, где сыграл учёного в Торе. Персонаж появляется в самой книге весьма кинематографично. Поначалу он остаётся в тени, видны лишь его жирные руки. Уже по одному описанию можно представить комплекцию барона. Даже его глаза описаны как заплывшие жиром. Кроме того, он буквально сборник самых отвратительных черт. Коварство, одержимость властью и садизм. Для превращения в барона Стеллану Скарсгарду приходилось находиться по семь часов в кресле гримера. Вильнёв отказался от всех наработок, предложенных ему Ходоровским. И создавал визуальный стиль с нуля. Он представлял себе Харконина как носорога в человеческом обличии. Был создан специальный костюм, чтобы придать актёру тот самый колорит персонажа. И по книге барон из-за своего веса не мог передвигаться. Использовал специальное оборудование для левитации. Конечно, и актёру сложновато было передвигаться в таком наряде. Так что тросы и графика в FX-студии помогли целиком перенести персонажа на экран. Вообще, коротко касаясь графики, практически весь фильм построен на FX-эффектах. Графика не использовалась только для статичных кадров. А вся динамика действий уже делалась в студии. На все анимации проработку мира потребовалось около года, чтобы Вильнёв наконец-то сказал «Да, нам это подходит!» Но ни одной графика едины. Без актёрского таланта Скарсгарда тот самый барон бы точно не получился. Один лишь пронзительный взгляд, чего только стоит. И, впрочем, актёр справился на ура. На экране мы получили жестокого, беспринципного, готового устроить геноцид антагониста, у которого жирные руки по локоть в крови. А звуковой дизайн добавил персонажу жёсткости. От голоса Харконина временами действительно становилось не по себе. На этом всё, друзья. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал и влепить такой же жирный, как барон Владимир Харконин. Лайк этому ролику. Напишите в комментах, как вам фильм, как вам персонаж и ждёте ли вы вторую часть. А может быть вы фанаты Дюны 1984 года, и старый фильм вам нравится больше. С вами был Джон Гудвин, друзья. Всем хороших фильмов, до новых встреч и всем пока-пока.